Естественно, вседозволенность в интернете тоже это не айс, и нужно какие-то меры регламентированы быть. Ну, допустим, в каждом сообществе даже есть в интернете, если ты поступил туда в сообщество, во-первых, знают, кто ты. То есть, кто не можешь, например, опять же, самые популярные соцсети ВКонтакте, ты не можешь там, ну, как-то обезьянкой. Ну, или можешь, но уже все равно, если ты будешь писать какие-то гадости, там, банить что-то такое, тебя от самого забанят. Вот и все. Поэтому, ну, надо давать себе отчет. А потом, сейчас очень легко отследить, если человек действительно вред приносит кому-то, частной компании или государству. Есть компании, которые отслеживают это и серьезно берут за жопу таких людей. Не надо этого делать. А потом, наверняка, нужно привязывать к паспорту, идентифицировать человека, чтобы у него соблазна не было делать гадости какие-то. Просто не давайте человеку. Есть, наверняка, люди, которые обижены жизнью, которые готовы обижать других людей, унижать, оскорблять, лить грязь всякую. Таких людей много, которые, ну, так скажем, ну, сами униженные, оскорбленные, и надо кого-то поунижать. Ну, воспитание такое. Жалко, конечно, таких людей, но их тоже надо контролировать. Контролировать, и за ними должны быть, ну, какие-то, ну, на учет поставить, так, еще, ай-яй-яй, и тут мы вас удалим, или там, ну, ругаем. Какая-то полиция, интернет, тоже должна быть. Человек пакостит и пакостит. Ну, не может же все быть безнаказанно. Продолжение следует...